Сердце разрывалось. Столист самоцветов умер после ссоры с женой. Вскрылась неожиданная правда. Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Александр Барыкин всегда был в центре внимания женщин, но отношения с противоположным полом у него не всегда складывались. Друзья певца и вовсе считают, что именно супруги погубили его. В 2011 году артист умер. По словам художника Константина Мирошкина, молодая жена музыканта Нелли Власова измотала его своим поведением. Например, однажды перед концертом они ругались по телефону. Супруга требовала, чтобы певец продвигал ее, а он отказывался. Спустя несколько часов Александр Барыкин скончался в больнице. Когда Нелли загуляла, возвращалась домой пьяная, Александр ждал ее. «Ужас, что творилось! У него сердце разорвалось от происходящего», – добавил Мирошкин. Артист пытался вернуться к первой супруге Галине, которую он обеспечивал, однако та принять его отказалась. Были в жизни певца и непростые отношения с Леной Лениной. Как вспоминает друг музыканта, в квартире светской львицы у исполнителя даже была своя комната, однако и эти отношения не сложились. Они вместе ходили на светские мероприятия и много общались, но бывший участник группы «Самоцветы» побаивался эпатажную блондинку, «А когда начал ухаживать за ней, намекая на близкие отношения, то получил отворот-поворот», – рассказал приятель певца. Строить отношения с состоятельными женщинами, которые были его поклонницами, Александр Барыкин не хотел. Напомним, Александр Барыкин умер 26 марта 2011 года, не дожив до своего 60-летия. Причиной смерти известного советского певца стал инсульт, который вызвали заболевания и чрезмерные нагрузки. Светлая память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Благодарю вас за просмотр. Продолжение следует...